Рады вас бачить. Россия и Украина произвели обмен пленными, крупнейший с начала войны. При посредничестве целого ряда иностранных государств. В ночь на четверг Москва освободила 215 человек, а Украина 55. Среди украинских пленных 108 бойцов Азова, в том числе пятеро высокопоставленных командиров. В рамках договоренности командующие до конца боевых действий будут интернированы в Турции. Азов объявлен российскими властями террористической организации и ряд российских политиков. Призывали запретить обмен пленных бойцов этой части. Кроме того, журналисты заметили среди освобожденных 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины. В том числе двоих британцев и марокканцев, которых приговорили к смертной казни в суде, не признанной Донецкой республики. Среди освобожденных украинской стороной оказался гражданин Украины, политик и бизнесмен Виктор Медведчук. До войны его называли лидером пророссийских сил в украинской политике и близким другом Владимира Путина. Медведчука арестовали в апреле. Ему грозил 15-летний срок за госизмену. На фоне возвращения пленных 300 тысяч россиян готовятся к отправке на фронт. Российские власти объявили о частичной мобилизации. Это привело к крупнейшему за несколько месяцев всплеску антивоенных протестов в крупных городах страны. По данным правозащитников, при разгоне этих манифестаций задержаны почти 1400 человек.